Так, всем привет! Начну с того, что у нас начали нестись активно курица. Дурдом какой-то. Левада продолжает ломаться. Хотела сейчас показать, но попозже, видимо, будет. Каждый день, в общем, несутся. Многие пишут советы, но я говорю все одно и то же. Чего? Я все одно и то же говорю, что кормим и так же, как нам советуют. Это премикс, кукуруза, пшеница, ячмень, жмых, подсолнечник в отрубе. Мы кормим так всегда и всегда у нас так неслись. Сейчас занеслись, слава богу. Так, там водичку пьют. Надо, конечно, менять уже подстилку, но так как у нас отопления здесь нету, подстилка греет. Что творится? Лошади одурели, в общем. Вообще-то планировалось их работать верхом диковинку, но в общем... Страшное дело. В общем, не можем пока верхом. Саша не может. У нас сегодня минус два, тепло от курочки. На несколько часов мы их открываем. Петух пока отдельно. Вот. У нас брам, конечно... Ну, сколько, не так много? Четыре, что ли? Пять? Ну, браму я специально взяла, чтобы они, получается, наседками были. Господи, что творится реально. Короче, показала я вам курочек. Начали нестись активней. Без петуха. Что странно. Что я хотела вам сказать? Так, всем привет, я уже сказала. У нас так темно, пасмурно. В общем, большое вам спасибо за поздравления с днём рождения. Так много написали поздравлений и в Телеграме, и в Яндекс.Дзен, и в ВКонтакте, и на Ютубе. Вот. Все желают здоровья. Большое спасибо благодаря вам. Каждому из вас очень хорошее настроение у меня было в день рождения, хотя это большая редкость. Вот. В общем, так было тепло на душе от ваших поздравлений. Вот. Хочется сказать, самые хорошие у нас подписчики. Вот. Я ещё выписала кто-то. Я всё всегда выписываю. Некоторые отправили подарки, и я решила их упомянуть, потому что некоторые писали даже поздравления. Вот. Отправили подарочки на карту, имея в виду. Вот. Это отправила Елена П. Антон П. С днём рождения написал. Надежда П. Подарок Лерочке написала. Валентина Ш. Так. Или Ш, как говорится. Григорий И. С днём рождения от друзей. Ирина З. От Равенны и Майи. С днём рождения. Надежда. С днём рождения. Андрей П. Ирина К. Это там просто, ну, имя и фамилия, точка. Лерочка. Ирина К. Лерочка, поздравляю, обнимаю. Вера Н. И Зоя Б. С днём рождения. Вот. Спасибо вам большое тоже. Обязательно подарочки купятся. И не пустые какие-нибудь, потому что я девочка практичная. На всякие глупости не трачу. Вот. Так что вам тоже огромное спасибо. Вот. Так. Саша должен был сидеть на диковинке, но отменяется сегодня. Смотрите, это всё, что осталось от сосны. Саша принёс огромную пачку сосен, и они всё сожрали. А ты говоришь, они не жрали. Смотри, ничего не оставили. Вообще. Всё сожрали. Так. Кто всё сожрал? Почему, доктор? Так. Палки какие-то подбирай. Давай. Ага, ага. Мало ли что, они их не хотят. Давайте. Смотрите. Так как Саша не будет верхом ездить, а я не буду там точечно работать доктора, поработаем их вдвоём вот в этой ливаде. Они отлично тут тоже носятся. Бич принесёшь? Идём, идём, рысь. Минут пятнадцать побегают, и нормально. Ну, конечно, опять же говорю, в наших реалиях пока что это нормально. Так, конечно, лучше работать и верхом на диковинке надо садиться. Я пока не могу. О, Саша. Ну, иногда может. Иногда и нет. Всё равно может. Я лихонько бичу видала. Сразу хвост поднимает. О, 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 о. Сразу, сразу. Ты говоришь, бичу не надо. Они с бичом совсем по-другому бегают. О, 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 о. Батюшки, смотри, как это. Как крутая стала. Ага. Сразу же. Аж прям даже не угонится доктор за ней. Он уже устал, наверное, туда бегали. Мало ли чего он устал. Меня не волнует это. Какая толстая она. Ага, толстая. Толстая, ага. Доктор не успевает. Сейчас будет оттормаживаться. Рысью. Тихо, 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 тихо. Идём. Встречает меня Лана. Всем привет. Ну, идём. У нас снежок. Снова. У меня здесь солнце. Он меня виновает. Не кусай только мне пальцы. Вот так. Вот так. Давай ещё. Вот так. Всё. Пойдём. 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 Ну, не прыгай на меня. Кыш. Пошли. Пойдём. Пойдём. Ладно. В последнее время очень послушная. Вот здесь вот такая у нас задвижка. Потому что она без вот этой штуки выбивает эту дверь. Чёртова матери. Так. Выходим. У нас тут папочка нам оставил. Саша уехал. В общем, рано утром. Очень рано. Вот. Пока тяжести не могу я с тяжестями заниматься. Вот. Наполню рептух. И воду здесь оставил. Это, по-моему, он ещё вчера оставил или нет? Опа. Опа. Вот так. Вода. И здесь ещё, если они, получается, хотят ещё попить. Заходим. Привет, ребятки. Привет. Так. Опа. Опа. Это что такое? Вы посмотрите что. Опа. Опа. Он выбил доску. Вот этот товарищ. У него здесь кормушка. Не трогать петуха. Там петух. Нет. Опа. Он выбил. Так. Давай. Лана. Идёт совсем не Лана сюда. Лана. Иди сюда. Лана. Иди отсюда. Вот ты не Лана. Лана. Ой, извините. В туалет ходите, да? Иди сюда, говорю. Всё. Бегом. Идём. Бегом. Идём на ферму. Идём. Заходим. Молодец. Всё. Иди сюда, иди. Саша. Вчера шашлык жарил. Решила посидеть в беседке. Посмотреть на лошадей. Просто посмотреть, как снежочек падает. Ланочка далеко не отходит. В общем, со всей этой суетой бройлеров мы обязательно заведём. У меня, конечно, планы были вообще огромные. Но не получится, наверное, все планы произвести. Так получилось. Но бройлеров точно заведём. Вот. В беседке очень хорошо сидеть. Я буду точно по ней скучать. По этой беседке. Даже не верится, честно говоря, что у нас так вышло. Саша, кстати, сейчас поехал по новому участку. Там документы, все дела. Потом электричество, я вам уже говорила. В общем, ехать далеко приходится. От нас 150 километров где-то. Ну, 140 может. Далековато. Вот. На нашей машине даже ещё и к тому же страшновато. Он, в общем, друга попросил. Он его довезёт. Вот. Потом мне тоже надо будет ехать. Я, в общем, не поехала. Зазря. Чтобы сама не ездить. Короче, даже не верится, что мы будем этот участок продавать. Вот. Как-то даже кто-то, если спрашивает, конечно, страшно. И как-то, в общем, непонятно. Мне страшнее больше, чем Саша. Саша готов быстрее. Он очень там хочет. А я прям так, ну, немножко переживаю. Не немножко, а прям уж совсем. Потому что участок голый. И там всё равно немножко по-другому. Здесь у нас участок больше, а там меньше. Там у нас, получается, другой участок для лошадей напротив. Но здесь, в принципе, тоже напротив. Но всё равно по-другому вообще всё. И там люди как бы живут, там людей больше. А у нас здесь вообще людей нет. То есть иногда можно месяцами никого не видеть. Вот. По дороге может кто-то пройти, но лично видеть можно месяцами никого. Раньше, честно говоря, это казалось очень, ну, замечательной идеей. Никого не видеть. Я вам, ну, реально вам говорю. Конечно, что-то ремонтировать мы не будем, не можем. Что-то как-то более-менее. Главное всё убрать. А то, знаете, когда живёшь, особенно с животными, ну, на хоздворе там кто-то есть, всё время копятся какие-то, знаете, то тряпки, то какие-то палки, то там вёдра ломаются, то какие-то, ну, вот что-то вот постоянно ломается, да. И ты это не выкидываешь, думаешь, что это пригодится. И это всё копится ужасно. И вот это надо выбрасывать. Лана! Вот этим надо заняться. Всё не нужно выбросить, потому что, когда мы купили этот дом, здесь было столько мусора, что мы убирали пару лет. Это было очень много. Так что мы уберём по максимуму как-то вот так вот. И в таком состоянии, можно так сказать, будем уже в ближайшее время выставлять на продажу. Не знаю, каким образом, конечно, всё это купится в наше время. У нас же здесь три участка, получается. Один участок, вот, где дом-ферма, 40 соток. Потом ещё 60 соток, где люцерна. Это как бы неотъемлемая такая часть, которую в одни руки можно продать. И вот два с половиной гектара там, где лошади по сути, но там можно всё что угодно сделать, оно в собственности. Вот. Будем думать, как в такие времена вообще что, как получится. Вот. Естественно, за дорого не продашь. За дорого продавать так вообще никогда не продашь, извините меня. А потом же всё здесь развалится. Всё здесь разворуется, надо всё это следить. Вот. Будем, в общем, думать как. Может, кто-то захочет купить и, получается, большую землю сразу. И всё-всё сразу. Может быть, кто-то захочет купить чисто дом-ферму. Потому что ферма очень хорошая. Она вообще была построена, чтобы второй этаж был жилой. Ну, то есть здесь можно вообще развернуться. Здесь можно и овощебазу какую-то сделать, хранение наверху. Можно там и лук выращивать. То есть у нас были разные планы. Вот. На втором этаже можно там в полный рост спокойно вставать. То есть вот второй этаж, вот этот вот мансардный. Я смотрю, копает, нет. Полноценно мы хотели что-то сделать. То есть там мастерскую, лук сажать, ещё что-то. Ну, то есть это здание не обязательно под животных можно использовать. Вот в чём прикол. Вот. Здесь тихо, спокойно. Земли много. Хоть вот тут выращивай. Здесь что-то там оставляй на хранение. Вот. Ну, может быть, кому-то нужно будет только там вот этот 40 соток. Там плюс люцерна. Потому что на люцерне тоже можно что-то делать. Местные, может быть, хотят купить для капусты, картошки в Антополе. Я не знаю. В общем, это, конечно, пугает, как мы всё это будем делать. Вот. Кто-то захочет, так всё вместе, в общем, купит. Так. Звонил Саша сейчас. То, что он закончил, будет сейчас возвращаться домой. Чтобы доехать, разобраться с документами так далеко. Потому что администрация находится далеко. Дистанционно решать проблемы не получится. Но это не проблема. Нет, нет. Не проблема. Это обычная тягамотина с документами. Как сказать, есть разные законы. Есть разные возможности у нас в стране, которыми мы можем, как граждане, воспользоваться. И мы пользуемся этим. Но чтобы этим пользоваться, нужно всякая всевозможная бумажная волокита, чем мы и занимаемся. Улучшая наши условия будущего проживания. Вот так вот я сформулировала. Вот. Не так-то и много, на самом деле, людей, которые могут нам помочь с проездом. Потому что вот далеко находится. Вот. Ну, спасибо тем, кто помогает. Спасибо, конечно. Короче, все. На чем я остановилась, не помню. Как мы будем продавать, не знаю. От этого у меня, честно, стресс. И часто я об этом думаю, как вообще, чего будет. Но, как многие говорят, вы же построили сарай там. Как вы это место бросите. Ну, вот мы реально годами думали об этом. Реально. Не месяц, даже не полгода. Не годами, конечно. Но мы долго, долго об этом думали, обсуждали. Я даже была готова здесь остаться, честно. Ну, потому что мне страшно, как девочке это все. Говорю, Саша более решителен, в общем. И, ну, ничего нас не может остановить в том, что вот мы хотим быть поближе к тому месту, которое нам знакомо. Мы хотим попробовать жить в том месте, где мы с детства мы там были. Собирали грибы, где мы с Сашей, знаете, мы познакомились. Каждые выходные ездили в лес. И мы так мечтали там жить. А как так вышло, что мы не купили там участок сразу. Ну, вот такие были обстоятельства, видимо. Вот. И как бы жить, и мечтать об этом дальше, и быть недовольными не очень хочется. Хочется все-таки попробовать. Пока позволяет возраст, возможности. Вот. И я думаю, вы нас в этом поддержите. Мы будем, надеюсь, будем, все будет хорошо. Там уже ближе, получается, к городу. И кто не мог сюда приехать, там поездить на лошадях. Еще что-то. Туда можно намного удобнее добраться. В общем. Потому что сюда очень далеко. Я же всегда хотела, чтобы лошади зарабатывали себе на хлеб. Естественно, продажи навоза что-то окупает. Но мне лично очень бы хотелось заниматься прокатом. Не таким прям, знаете, есть такой потоковый прокат, когда каждый день несколько смен, вот это все. Нет. Чтобы просто вот они окупали свое существование. Это сено, там зерно, еще что-то. Может быть, там какой-то наемный персонал периодически, знаете. Ну, хочется отдохнуть в отпуск, поехать. Это же все оплачивается. Вот. Вот это вот все они должны окупать. Вот. Они должны, в общем, работать. Здесь были сложности. Местное население не совсем понимало, почему. Ну, надо платить деньги за эту работу. Ведь это лошадь, и она бестолковая, видимо. И, ну, как бы, я не счетал, что я целый час смогла с людьми шагом ходить. Целый час. Это очень тяжело. Вот. А откуда-то более крупных городов далеко. Вот. Это, на самом деле, проблема. Ну, то есть, реально. Километраж. Может быть, и не совсем огромный. Ну, там 50 километров, да. А дорога вот такая вот серпантиновая. Ну, то есть, она не прямая, а постоянно с поворотами. И из-за этого удлиняется очень время. Допустим, я работала на охотничьей базе. Там было тоже 50 километров. Я доезжала, честно. Ну, вообще, вот так. И все. А все потому, что эта охотничья база была на прямой трассе. То есть, там такая прямая трасса. Просто по прямой едешь, короче, эти 50 километров. Курица орёт. Я хочу смотреть. Там есть, что ли, ещё? В общем, я вас заболтала вообще. Кстати, заходите в Телеграм. У нас столько людей подписано. А в Телеграме мало, ВКонтакте мало. Заходите. В Телеграме я прям общаюсь постоянно. И ВКонтакте тоже в комментариях. Постоянно общаюсь. Вот. Мне это тоже интересно. Заходите. Поэтому не только посмотреть и лайкнуть. А ещё и там что-нибудь написать. Ну, что вы орёте, а? На меня не нападать. Бешеные. Так, убираться у вас. И что орали вы? Вот это одна курица у меня вообще нападает. Иди отсюда. А что орали-то? Яиц нет. Иди отсюда. Какое бешеное. Ладно, может будет попозже. Я понять не могу. Ладно, пошла я домой. Тихо. Я же сушки покупаю. Вот такие. Самое интересное, что диковинка, она гурман. Сушки, в общем, это с пятёрочки по 20 рублей пачка. Самое интересное, я купила в Магните, и она магнитоски жрёт прям. А пятёрочку нет. Представляете? Интересно. Вообще. Вспотели. Вспотели, как будто не знают, что делали. Ну вот это веселье просто. Они просто весели. Доктор пошёл эту доску. Валяться, походу, хочет. Всё, теперь отсюда не выгонишь их, да? Валяется сейчас на мякушке. Не плачь, да? Молодец. Он хлыста ещё испугался. Вот этого бича. Дикоинка-то, она знает, что я её не бью бичом. А доктор что. А, или ты заниматься туда ходил. Заниматься? Нет, я сегодня не могу. Ладно? Давай в следующий раз. Ну давай чуть-чуть, если только, давай. Не бойся. Холста не боимся. Давай. Назад. Назад. Молодец. Хорошо. Давай теперь ты. Назад. 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 Хорошо. Доктор. Ну все. Давай. Не пускай. Все. Вы вообще не отстанете. Все. Приходим, ребята. Молодцы. Господи. Как из какого-то, я не знаю, казахстанского угла на вас это. И игры. Играли. Иди, иди. Не просто возбужденные такие. И уйди. На улице тепло. Шерсть длинная такая. И они потеют сейчас так сильно. Улица, наверное, ноль будет скоро. Ну. Нельзя. Слушай, она из какой-то большой дырки ест. Ничего. 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 Блин. Вообще не боишься тоже бича. Ладно. Ничего не боишься. Доктор. Снимать вообще не дают. На-ка. На. Я ему ногу, что ли, попросишь тогда. Давай. Ну, если ты хочешь вкусняшку, тебе придется собладать со страхом. Давай, давай. Не забываем пальчики. Он еще не умеет. Нет. Ты чуть-чуть назад делаешь. Ну. Тяжело ему, в общем-то. С бичом. Он побаивает. Такого за ванной сейчас будет охотиться. И фиг с ним туда. Пойдем прогуляемся. Тоже бублики. Вообще, не. Даже не. Вообще, да. Аккуратно. Давай. Бум. Может, тут пошли отсюда. Скорее. Аккуратно.